Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я снова хочу поговорить о блогере Галина Смит. И вы знаете, в этот раз я, наверное, даже буду Галину хвалить. Но не в том плане, что я буду соглашаться со всем, что она говорит, поддерживать ее в этом. Нет, а я просто хочу сказать, что как блогер она все делает правильно. Вот вы понимаете, мы же с вами обсуждаем блогеров и в частности то, как они ведут блогерскую деятельность, как они раскручивают канал, как они повели себя в той или иной конфликтной ситуации, кому был выгоден этот конфликт. Давайте начнем с того, что когда начинается конфликт, ну естественно он не начинается сам собой, его кто-то начинает в данном конкретном случае, его начала Галина Смит, предъявив претензии девочкам, да, в частности Ирине Якут. Но так или иначе, когда начинается конфликт между блогерами, то он должен быть кому-то выгоден в плане подписчиков, в плане просмотров, в плане пиара, пусть это будет даже черный пиар, но тем не менее это бесплатная реклама блогеру, потому что имя блогера все время на слуху, это имя пусть полощут, но тем не менее вокруг этого имени создается какая-то движуха, какая-то активность, и это привлекает зрителей, это привлекает комментаторов, и для блогера это все хорошо, потому что это развитие канала. Галине это было на руку, потому что действительно один из ее каналов, тот самый, который называется «Счастлив вместе с Галиной Смит», или «Счастливы, простите, вместе с Галиной Смит», он затухал, потому что письма туда почти не приходили, а если и приходили, то они были сомнительного содержания, и в основном контент на том канале состоял из старых писем 4-5 лет недавности, которые Галина по второму, по третьему разу использовала и выпускала на канале. И вот разгорается конфликт, пусть даже с подачи самой Галины, и Галина воспользовалась этой ситуацией правильно. Что мы видим сейчас? Продолжают выходить старые видео, по крайней мере раз в день точно старое видео выходит. Потом Галина зачитывает новое письмо, зачастую в «Счастливые судьбы», что тоже вызывает восторг у подписчицы-поклонниц Галины. К ним добавился видеоответ Ирине сначала, теперь на талии в взлетной полосе, причем Галина не закончила еще этот сериал, будут еще части. Выходите до Нового года, они должны все у нее пройти на канале. Помимо того, раз в неделю Галина вкрапляет полуторачасовой стрим, прямую трансляцию. То есть активность полным ходом на канале, как и должно быть у настоящего блогера. В свое время, в последнем своем стриме, кстати говоря, Галина сказала, что Женечка, Женечка, сказал ей как-то, «Ты прирожденный антропренер», то есть предприниматель. И действительно, мы видим, что Галина делает на всем деньги, на старых видео, на новых видео, на конфликтах, на скандалах. И в принципе, как бы мы ни относились к этому скандалу, он неоднозначен, действительно, Галина как блогер поступает правильно. Тут ни к чему не придерешься, ни к чему не подкопаешься. Теперь по существу этих видео. Вот видео, которые стали выходить про Наталью взлетную полосу. Как мы знаем, сама Наталья самоустранилась после того, как ее видео провисели пару недель, по-моему, на ее канале. Но Галина, опять же-таки, как стратег поступила правильно. Она отсиделась, а теперь с холодной головой строчит одно видео за другим. Строчит пулеметчик за синий платочек, понимаешь? И вот вышло видео про Наталью взлетную полосу. И опять в этом видео очень много конкретики, чего, к сожалению, не заставало видео Натальи взлетной полосы. А я молил Наталью, пожалуйста, скажите нам, что там конкретно произошло? Когда именно произошел перелом? Что произошло в доме, Лэри, конкретно? И тут выясняется, по крайней мере, вот в этом первом видео ответе Натальи взлетной полосе, Галина говорит, что произошло что-то страшное в Вашингтоне. После Вашингтона Галина сняла Наталью с полного пансиона. То есть изначально Наталья жила у Галины на полном обеспечении. Ела, пила, проживала без каких-либо затрат. Кроме того, когда Наталью Галина пригласила в Лас-Вегас, то, естественно, Галина оплатила ей билеты и отель. И Наталья первым делом спросила Галину, будет ли Галина также ее кормить в Лас-Вегасе. И Галина изначально сказала, что, конечно, ну что, какой вопрос, буду оплачивать твои счета в ресторане. Но вдруг произошло что-то в Вашингтоне, о чем нам Галина, надеюсь, скоро расскажет. И после этого происшествия, когда Наталья повела себя очень некорректно в Вашингтоне, Галина решила, что она больше не будет кормить Наталью. И сказала Наталье, нет, отель и билет я тебе оплатила, а кормить ты себя теперь будешь сама. Денежки у тебя есть, вот, мол, раскошелишься на еду. Вот такая ситуация произошла. Вообще складывается впечатление после просмотра вот этой первой части ответа взлетной полосе, что Галина попрекает Наталью куском хлеба все время. Эта тема все время всплывает в разговоре, когда Галина говорит, что вот Наталья была на полном пансионе, а ведь Наталья была на всем готовом. У меня месяц жила, месяц ела, пила. То есть как бы попрекает Наталью куском хлеба. Но не знаю, что нам там расскажут про Вашингтон. Я, по крайней мере, буду с удовольствием ждать это видео. Второй конкретный момент, который осветила Галина, это то, что она открытым текстом сказала, что Наталья приехала сюда работать в семью нянькой. И вообще это ее основная профессия в Москве. Наталья нянчается с детьми. Ее там ценят в Москве именно как няньку. И вот в Америку она приехала работать в одну семью на два месяца, где ей должны были платить 100 долларов в день. Это няня с проживанием, опять же, с пансионом, да. То есть Наталья ест, пьет и спит в семье, плюс нянчается с детьми, и за это ей выдают 100 долларов в день. Но Наталья после двух недель сбежала, потому что семья, в которой Наталья работала, любит жить в холоде. У них больше 18 градусов, температура не поднимается дома. И Наталья заболела на фоне этого холода циститом. И позвонила Галине и сказала, что давай, я еду снова к тебе, я больше не могу. Я тут заболеваю, мне тут плохо, тут холодно, и никакие деньги этого не стоят. Кроме того, у Натальи были проблемы с одним из детей, дети избалованные. И вот Наталья снимала на видео неприемлемое поведение этого ребенка, присылала это видео Галины. И когда начался конфликт, Галина пригрозила Наталье, сказав ей, что она отправит эти видео куда надо, пожалуется на нее, потому что это непрофессионально, снимать чужих детей и рассылать видео посторонним людям. Но и это не все. У Галины было еще одно интересное замечание, заявление по Наталье взлетной полосе вот в последнем видео. А именно то, что Наталью поселил в отель мужчина. То есть помните тот отель, в котором Наталья жила перед возвращением в Москву, и куда Галина приперла ей чемоданы? В этот отель ее привез мужчина. Мужчина, с которым Наталья, оказывается, встречалась в Америке. И когда Галина, притащив чемодан, спросила ее, ну что, что там за кандидат, что там за мужчина, что о нем можно сказать? Наталья сказала, что, ну, для переезда в Америку пойдет. Он такой дурачок, простофиля. Его можно свободно использовать для переезда в Америку. Но для отношений он, конечно, ну, не годится Наталье. Мне показалось это очень интересным замечанием, потому что я в свое время, до того, как меня Наталья заблокировала везде, я спрашивал у Натальи про мужчин, про кандидатов. Я спрашивал у нее, ходит ли она на свидание, использует ли она эти месяцы проживания в Соединенных Штатах для дейтинга. Потому что, как бы, для меня Наталья в свое время открылась именно как дейтингистка. То есть вот эти все письма о том, как она разъезжает по миру, встречается с мужчинами, а потом на основе своего опыта обучает других женщин. Вот этот образ Натальи, как бы, был у меня перед глазами. И, конечно же, когда я узнал, что Наталья летит в Америку, что она прилетела уже в Америку, я первым делом спросил у нее, ну, будет ли продолжение вот этих вот встреч с мужчинами, о которых вы нам будете потом рассказывать. Опять же, я думаю о Наталье как о блогере, да, потому что если человек приехал, и он уже зарекомендовал себя как блогер, который рассказывает нам о свиданиях, о разных там тонкостях дейтинга, я подумал, что, естественно, Наталья будет использовать вот это время в Америке для того, чтобы продвигать свой канал, продвигать свою деятельность как дейтингистки, и, может быть, даже найдет какого-нибудь кандидата с подачи, гуру Галины Смит, которую на тот момент Наталья уважала, любила, обожала и так далее. И, кстати, вот это была еще одна ошибка Натальи взлетной полосы. Вместо того, чтобы распыляться на какие-то массажи, на работу нянькой за кэш, где ты все равно толком ничего не заработала, потому что сбежала раньше времени, вместо того, чтобы просто разъезжать, так, Лас-Вегас, Вашингтон, зачем-то в Оклахому поперлась в эту Таль-Талсу, что там тебе делать, у тебя вообще никакой связи с этим штатом малоинтересным нет. Ты в Америке несколько месяцев раскручивай канал, показывай про свидания с американцами, тем более ты уже себя зарекомендовала как дейтингистка, благодаря письмам, которые написала Галини, и благодаря тому, что ты засветилась на фоне Галини, на канале у Галины, и на тебя пошел зритель. Давай, куй железо пока горячо, штампуй видео, рассказывай. Поехала на свидание с этим, поехала на свидание с тем. Помните, какой фурор произвела тогда Лена Ланги? Один подвал Майкла чего стоил? Ну, вот эти похождения Елены Ланги могли бы также обернуться и похождениями Натали, взлетной полосы в Америке. Но почему-то Наталья не воспользовалась этой ситуацией, а вместо этого занималась какой-то ерундой или просто отсиживалась в комнате. Как говорит Галина, Наталья зачастую вообще не покидала свою комнату, а сидела там и не выходила на общение с ней и с Ларри. В общем, вот такие новости с фронта, вот такую информацию нам преподнесла Галина Смит, которая всё чётко, конкретно рассказывает, ничего не вуалируя. И я бы очень хотел, я не знаю, выйдет ли Наталья на связь, снова начнёт ли записывать видео, но вот на примере Галины Смит нужно было бы вот точно так же, конкретно и чётко по событиям выпускать свои видео, потому что это понятно. Вот эта конкретика, она намного лучше длинных обтекаемых видео. Вы знаете, вот мне тоже прислали письмо про Галину Смит, да, и там было много компрометирующих моментов о Галине Смит. Я не все включил в свой пересказ, потому что на них не было доказательств. Вот на некоторые там моменты были доказательства, на некоторые не были. И в плане правовом, вот когда вы просто рассказываете от третьего лица, там он сказал, она сказала, это называется hearsay, то есть слухи, они не имеют никакой вообще силы. Но когда вы, как очевидец, как свидетель, которые всё это видели, испытали на своей шкуре, и выходите открыто на связь, и конкретно нам рассказываете, вот я был там, я это сам видел, я это сам всё испытал и прошёл, и вот я вам это рассказываю от первого лица, то это совсем другое дело. И вот, видимо, это в своё время мы и ждали от Натальи взлётной полосы, но Наталья не хотела так прям всё открытым текстом нам рассказывать. У неё на то были свои причины, мы не будем её подстрекать на то, чтобы она жертвуя там своим каким-то спокойствием нам всё рассказывала. Нет, конечно. Но я так понимаю, что Галина продолжит выпуск своих видео в ответ на видео Натальи взлётной полосы, и мы посмотрим, что ещё нам Галина расскажет. Мне вот интересно услышать, что же произошло в Вашингтоне, вот когда конкретно наступил этот переломный момент, кто как себя повёл, по словам Галины, Наталья повела себя некорректно в Вашингтоне, после чего Галина полностью поменяла своё отношение к Наталье. Единственное, тут вот у меня вызывает вопрос, тогда зачем Галина писала Наталье взлётной полосе, чтобы та ей что-то там прислала, собрала посылку, если уже на раннем этапе пребывания в Соединённых Штатах у них произошёл конфликт и разлад. Зачем нужна была эта «проверочка» в кавычках, да, Галина же сама сказала, она проверяла навшивость. Вот это мне непонятно. Мне кажется, что если уже произошёл разлад, и ты понимаешь, что вам не дружить уже больше, детей вместе не крестить, то отпусти ты уже этого человека, вычеркни его из своей жизни, например, и продолжай жить и наслаждаться жизнью. Вот эти вот проверки навшивость я, если честно, не понимаю. Но, видимо, Галине всё-таки был выгоден этот конфликт, чтобы на нём потом раскрутить вот эту мысль об неблагодарных подругах, которые уже который месяц мусолятся на канале, в частности, Галины Смит. И пока что этот конфликт был на руку в основном Галине Смит. То есть она его как бы развязала, и она им воспользовалась в свою пользу, в пользу развития канала. Ну а мы и впредь будем продолжать следить за этим сериалом и активно обсуждать его на моём канале. Не знаю, поступит ли очередная ответная реакция от Натальи взлётной полосы. Время покажет. Пишите, что вы думаете, согласны ли вы с моим видением ситуации или нет. Возможно, я что-то пропустил, какие-то важные моменты. Дополняйте. Я с удовольствием читаю комментарии и по возможности отвечаю на них. Надеюсь, что у вас всё хорошо. Не болейте. Всего вам самого наилучшего в преддверии новогодних праздников. До новых встреч. Пока-пока.